Здравствуйте, дорогие зрители! Если за кого-то, если да, то за кого? Напишите в комментариях. Эксперты, например, разделились во мнении. Арифния даже сказала, что горькую и некрасивую о себе правду стоит не рассказывать никогда. Хотя Макс Михайлов настаивал на том, чтобы говорить все сразу и честно. А вы как думаете? Бытует мнение, что если ты пошла на проект Холостяк, и ты уже не хочешь быть порноактрисой, то зачем ты об этом кричишь на весь телеканал, на всю Украину? С одной стороны, логично, но представьте ситуацию. Пошла бы девушка на проект Холостяк, и где-то вылезла, что в прошлом она была порноактрисой. Вот вылезла недавно, что девушка оказывала эскорт услуги. Так сейчас столько хайпа и гнева на нее. А Настя сказала все честно и сразу. Ее даже где-то поддерживают. Порнозвезды тоже имеют право на семью. Я понимаю, для нашей страны это нестандартная профессия. Но вы же пользуетесь этим контентом. То почему вы не думаете, что это кто-то создает, и почему не стоит этим людям сказать спасибо? Ведь он же вам как-то помогает, ну, тем, кто смотрит. Так вот, насчет Насти. Я не отрицаю, что она пошла на Холостяк с той же целью, с которой идут все, стать медийной личностью. Но в этом нет ничего плохого. Она и на другие шоу ходила, и на званую вечерю, и там у нее не очень хорошо сложилось. Именно из-за ее прошлой профессии. Я вот ей бы посоветовала найти жениха не в Украине. Для нас эта профессия, конечно, не очень. И не каждый мужчина согласится быть с девушкой с таким прошлым. А вот за границей это даже очень престижно. Она может себе отхватить богатого иностранца, но такого лояльного, с таких стран, как США, консервативные эмираты не воспримут это. И мое мнение, правду говорить все-таки стоит. Просто не сразу. Не надо все вываливать, а постепенно и не скрывая, если тебя спросят. А вы мне напишите в комментариях, выбрали уже вы свою фаворитку или нет. Жду от вас в пальчики вверх, и до новых встреч!